И об спорте. Первый этап Кубка Белорусской Федерации Биатлона стартуя уже завтра. Сегодня прошли офицейные тренировки. С гомельскими спортсменами познайомилась Вероника Гамзюкова. На гомельскую трассу выйдут шесть команд, пять областных и одна экспериментальная. У опошни выходит стыя, кто заслужил право быть в национальной сборной. Например, гомельчанка Ганна Макарская, переможца Кубка Биатлона минулого сезона. И она выиграла усе пять этапов. Трасса очень хорошая. Я рада, что сделали в гомеле. Мы в родном городе трасса. Теперь я буду приезжать и здесь тренироваться. Все очень классно. Не хватало этого, потому что у всех есть трасса, где тренироваться. А у меня нет. А теперь есть. Нашу в область представят биатлонисты с гомеля и жлобина. Только в этих городах региона развивается биатлон. Однако, например, в жлобине нема стрельбища. Спортсмена урыхтуют на трассе у два с половой километра. И стреляют яны только на споборництвах. А у гомеля подрыхтовку подшинают в парках областного центра. С явлением спортивного комплекса СОЖ биатлон в нашем регионе сделает великий крок наперед. До этого момента не было вообще ничего, кроме тира. Почему на нас обратили внимание? Несмотря на это, что не было ничего, Гомель и Жлобин все-таки взяли в прошлом сезоне много очень медалей. У нас призеры кубков личного первенства. У нас дети в национальной сборной. Поэтому вот благодаря нашей работе вот это наконец нам построили. Трасса для подрыхтовки молоди вельми зручная. Але для дорослых она занадто легкая. До речи, Гомель – один и город в Беларуси, у яким стрельбище размещено поблизу жилых домов. Дякуючи стенам, оно абсолютно безопасно для жихаров. Одной из первых офицейную тренировку сегодня провела представница Жлобина Александра Яфремова. Спортсменка марает досягнуть таких же выников, как и Аяку Мир, четырехразовая олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Она королева, можно сказать, биатлона. Она выиграла Олимпиаду. Она молодец. Конечно, плохо, что она ушла, но мы будем тоже добиваться такого результата, как и она. Нагадаю, подтримать юных спортсменов на трибунах могут усе жадающие. Для зручности будут организованы додатковые рейсы автобуса номер 14, вокзал Якубовка. У субботу старты почнутся у 9.50 и завершатся у 17.30. У неделю протягнутся с 9.50 до 14.00. Открытие с поборництвом пройдет завтра у 11.00.